Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и рядом со мной моя соведущая Ольга Голдубина. Она сегодня проведёт эфир. Ольга, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, Светлана, уважаемые гости. А гостей сегодня организовала Ольга, и она сделала, на мой взгляд, вообще невозможное, потому что автодорожный округ я очень долго не видела в нашей студии. Рада, что сегодня мы это исправляем. И Ольга, я восхищаюсь вами. Ольга одна из участниц волонтёрского проекта «Соведущие», и сегодняшний эфир она подготовила, и я буду, наверное, просто как слушатель, как зритель смотреть, потому что вдруг я что-нибудь спрошу и всё испорчу, потому что я такой пессимист больше, а Ольга у нас оптимист. И как раз-таки из-за того, что Ольга придумала вот в свои эфиры приглашать округа и делать такой вот вектор направления на позитив, потому что мы знаем, что сфера ЖКХ, она больше вызывает какие-то, да, такие вот противоречивые и больше негативные какие-то взгляды. Всё не исправим. Здесь я немножечко прерву в том смысле, что ЖКХ – это вообще отдельная песня. У правы и ЖКХ – это разная. Вот, и я сегодня послушаю, в чём же разница. Представляйте ваших гостей, а я тогда… Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, идея вообще нашей передачи, мы постоянно об этом говорим, узнать побольше о том, что происходит на территории города, какую роль играют управы, руководители, управ коллективы, узнать о том, какой у них нелёгкий труд, насколько это важно их поддержать, а они вам, в свою очередь, расскажут о результатах своего труда. И, конечно же, всё это видеть с позитивной, положительной точки зрения, с точки зрения пользы для нашего города, для наших жителей, с точки зрения любви, добра и процветания, что говорится. Сегодня у нас в гостях руководитель управы автодорожного округа Обаюков Николай Сергеевич. Добрый день, Николай Сергеевич. А также председатель отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в своём представительстве в республике Саха-Якутия, председатель женсовета автодорожного округа Кондратьева Олеся Эдиковна. Добрый день. Здравствуйте. Ну и, конечно же, мне в первую очередь хочется обратиться к мужчине, к Николаю Сергеевичу. И напоминаю, что в предыдущей передаче у нас по округам руководитель была Гульжана Екеримовна Оганёрова, Губинский округ, Губинского округа. И, конечно, она нам рассказала очень много о том, что в этом году, в 2022 году, который только-только у нас начинает заканчиваться, вот что произошло на территории Губинского округа. Сегодня мы повторим свой вопрос. А что хорошего, значительного, полезного для жителей автодорожного округа произошло? Да, ещё раз добрый день. Я посмею вас поправить. ЖКХ и Управа – это одно и то же. Конечно, у нас вообще пять блоков. Это вопросы ЖКХ, благоустройства, предпринимательства, землестрительства и социальный блок. Спасибо, я запомню обязательно. Значит, я всё-таки... О, да. Я сейчас что-нибудь тогда ещё скажу. Ну, что насчёт мероприятий, которые у нас произошли в этом году? Ну, во-первых, конечно, мы участвовали в федеральной программе «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке. И у нас в этом году введено четыре дворовых территории. Это с охватом восьми МКД у нас на птицефабрике в районе ДСК, в районе, в Залоге и по Саргалявскому шоссе, где возле АГАТУ полностью поменяли там подъездные пути и новые МАФы. Ну, и везде вот в каждом дворе порядка там 90 миллионов всего, вообще всего бюджета было. Вот в 90 миллионов мы вошли, и там полностью дворовые территории полностью сделали. И как бы в день города мы их открыли. Было очень много народу, было радости полно. А вот расшифровать, что туда вошло? Асфальтирование, да, детские площадки? Асфальтирование, ремонт детских полностью, ремонт детских площадок там. Парковки? Парковки есть? Места и благоустройство вообще внутри дворовой территории. То есть озеленение тоже туда входило, да? Очень многих же жителей очень беспокоит этот процесс. Озеленение мы делали именно... У нас, ну, как начинались вообще формироваться вот эти заявки, и сразу же мы с жильцами договорились, что вот озеленение они возьмут на свои руки. А с нас полностью вот... Мы больше денег лучше вложим на асфальтирование, там, на новые детские площадки, на спортивные площадки. Ну, как это правильно, на самом деле. Озеленение же, да? Есть старосты домов, они сами решат, что они хотят видеть, жильцы, да? Какие деревья. И действительно, чем больше денег... Здесь я тоже хочу добавить, да, вот эти дворовые территории, да, благоустроены с учетом маломобильных людей. Там предусмотрены парковки для людей. Пандусы, да? Да. Да, обязательно. Не пандусы, а заезды, как бы, да, на площадку, чтобы была возможность людям на инвалидных колясках, мамам с колясками заехать на эту площадку. Также вот эти территории обустроены таким образом, чтобы спокойно был проезд между... Домом и площадкой, вы хотите сказать, да? Не между домом и площадкой, а на самой площадке вот эти... Инвалидные коляски, чтобы могли спокойно... Да, инвалидные коляски, чтобы могли спокойно, да, проезжать. Специальные парковочные места установлены для людей с инвалидностью. Это по федеральному закону, да, должны быть предусмотрены на каждой стоянке специальные места для людей с инвалидностью. Как это хорошо, как правильно, на самом деле. А вот у меня еще вопрос. А вот помните, говорили, что, может быть, в эти проекты войдут и для велосипедов вот эти дорожки, да. Есть такое? Или еще это не доделали, или как-то в каких-то других этих проектах будет? Нет, велодорожки это по другой программе, когда вот дорогу делают. А у нас конкретно вот дворовые территории. Ну, видите, я вот все-таки не разбираюсь в этих вещах, но мне самой, как жителю города, крайне интересно это все узнать. Потому что у человека же откуда начинается благоустройство, как только он выходит из дома. И когда он выходит из дома, должно быть все красиво, четко, понятно, ну и вообще, и радовать глаз. Скажите, пожалуйста, а вот в 22-м году вы это сделали, а вот на 23-й год уже какая-то программа по благоустройству дворов уже работает? Есть вообще муниципальная программа формирования комфортной городской среды. Эта программа сейчас формируется. Вот программа, ну, федеральная программа «Тысяча дворов» еще не начата. Но мы готовы, как бы, жителям уже отрабатываем, где в каких районах заявки подать. И все-таки жители к вам сами обращаются, да? Вы, конечно, делаете свою работу, я ничего не говорю. Но вот активные жители в автодорожном округе такие вот, я знаю, что в Губинском такие есть, приходят и говорят, обратите внимание на нашу детскую площадку туда выезд. У вас такие тоже люди есть, я надеюсь? У нас обязательно такие, ну, везде, наверное, по всему городу всегда такие люди есть, и они очень помогают. Ну, автодорожный округ, он немножко отличается тем, что он очень, ну, по территории огромный. Да, он большой. Да, есть залог, да, вот, есть ДСК, есть вот Сергалявское шоссе, есть птицефабрика и Покровский тракт. У нас 322 многоквартирных дома и около 3500 частного сектора. А вот в среднем, я извиняюсь, численность какая население? Примерно, ну, 43 тысячи человек. О, большой округ, очень большой округ, и там работы очень много, конечно. Да, и отличается от местоположения и так далее. Дорогие жители, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, если у вас есть какие-то пожелания, вы можете прийти в управу автодорожного округа, всегда обратиться за советом, за помощью, или прийти со своим предложением, это даже очень хорошо. Не надо этого бояться, это правильно, потому что, конечно, управа делает свою работу, но там людей не настолько много, как вам казалось бы, да, что это вот их обязанность. Еще и наша с вами обязанность, ну, не обязанность, наверное, наша с вами жизнь, да, что? Наша с вами права, мы можем... И права, да, и права заключается еще и в том, что мы можем помочь управе, не приказать, да, не обидеть, а именно помочь. Тогда вот создастся та вот благоприятная атмосфера, которая и приведет к результату. У нас есть звонок от слушателя или от зрителя. Алло, здравствуйте. Так, мы по адресу Сергилевское шоссе, дом 1, сама я сделала для дочери-инвалида внутрь подъездный пандус. А вы представьтесь, пожалуйста. Я Бочкарева Нергуяна Иннокентьевна, инвалид первой группы. Хорошо, очень приятно. В смысле, хорошо, что вы представились, а не то, что вы инвалид. На свои деньги я построила внутри подъезда пандус. На свои деньги. Вот автодорожный должен был оплатить, вот когда будет оплата. Так, как я сделала на свои деньги. Спасибо большое за вопрос. Может быть, вы расскажете о процедуре, как это оформить, чтобы люди, которым нужна такая помощь... Я думаю, что Николай Сергеевич в курсе, как это все проходит. Внутри подъезда именно. Да, вот если сам человек уже сделал, сама семья уже вложилась, как им нужно оформить документацию, чтобы потом... Нет, я думаю, что здесь вот звонок есть как таковой, да, есть сигнал. Просто представители управы должны будут выехать на адрес и посмотреть, что там происходит, как это было сделано. И в управах есть юристы, и это все решится. Отвечу, да. Вообще, есть такая программа, вот через Управление социальной защиты города Якутска. Вам нужно будет подавать заявку, да, если... Ну, мы к этому... Вы позвоните, да, 42-31-40, мы обязательно ответим, и вашу заявку примем, и, ну, поможем оформить там, какие документы и так далее. Это через Управление социальной защиты города Якутска. Я вот, например, не знала, что округ может оплатить. Нет, округ не может оплатить. Округ не оплачивает. Нет, округ не оплачивает, у них нет финансов. Заявки принимают и реализуют Управление социальной защиты. Вот, кстати, это же больше ваша сфера. Да, это больше. Олеся Эдиковна, вот давайте вот вы нам почетче ответьте на этот вопрос. По рекомендации дайте, да. По рекомендации полностью оформляется вот эта необходимость, отрабатывается со своей управляющей компанией и реализуется это через Управление социальной защиты населения. Но для этого должны быть предварительные заявки. Человек обращается, собирает все документы, обращается в Управление социальной защиты населения. Но тут есть нюанс, да, тут должно быть еще согласие жильцов этого дома. Ну, раз пандус, я так понимаю, что пандус сделал, значит, согласие было, да? И отрабатывается со своей управляющей компанией и потом непосредственно в Управлении социальной защиты подается. Да, и тут могу добавить то, что люди иногда путают управляющую компанию и управу автодорожного округа. Управа, она совершенно другой орган муниципальной власти. Управляющая компания, которая вот именно жильцами на вашем доме отрабатывает вопросы ЖКХ, внутри подъезда и так далее. А вот поэтому я и думала, что ЖКХ это отдельно, потому что я знаю, что больше управляющая компания. Мы с управляющими компаниями тесно работаем. У нас 29 управляющих компаний. Ну, хорошо. В принципе, на... Перу, скажем, на заметку взяли, да? Мы сейчас прервемся на короткие две минуты, и затем снова вернемся и будем говорить о том, как работает округ автодорожный. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии сегодня округ автодорожный в лице Николая Баюкова и Олеси Кондратьевой. Моя соведущая Ольга Колдобина сегодня проводит эфир, и я узнаю много нового, и надеюсь, продолжу это делать во втором блоке. Те, у кого есть вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь. 32-0066, 32-11-66 к нашему разговору. Задавайте свои вопросы. Еще раз спасибо, что вы пришли, потому что идея все-таки работы с руководителями округов, с общественниками округов, вот так вот в прямом контакте, это новая идея. И цель показать как можно больше хорошего, что действительно делается, потому что большинство жителей города Якутска, как правило, утром вышел на работу, ушел, вечером вернулся, да? Я живу на Лонгиного улице, я кроме Лонгиного улицы ничего и не знаю, собственно говоря, что происходит в округе. Я узнаю из СМИ, личного контакта и так далее. Сейчас еще можно по дороге домой обратно подскользнуться. Проблема сейчас такая. Вот у нас вообще, меня радует у нас вот сейчас на Новосесарской улице, и вот и Билибина, и Ильвинскую, так хорошо прямо отремонтировали такие дороги замечательные. И что-либо у вашего округа такого уровня произошло? Да, у нас тоже в этом году две дороги. Это по улице Птицевод, более, ну, около трех километров. Пока еще не завершена работа, но они подходят к стадии завершения. И по улице Темирязева полностью отремонтировали. Сейчас там тоже завершается. Объекты благоустройства будут делать это. Мы за всем этим следим, контролируем. Я на Темирязева каждый день в полвосьмого утра езжу. У меня там дочка учится в техникуме. У нас есть два вопроса. Давайте послушаем. Давайте выслушаем сразу оба, а потом ответим. Алло, здравствуйте. Говорить, да? Да, говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу дать дополнение. Здравствуйте, еще раз дополнить хочу. Вот, Бочкарева. Да, слушаем. К вопросу о пандусе. Наружный пандус у нас есть. Внутреннего нет. Мы многократно обращались даже к Путину, Борисову президенту, мэру Николаеву. А сейчас сделали сами, так как не дождались. Согласий с жителями дома нет. То есть есть все. Все сделали. Нету расходов сделали. Документы все собрали. И дали документы об оплате мэру Губинскому округу, депутату Амосову и автодорожному округу. И пришел ответ мэра и Губинского округа, что должен оплатить автодорожный округ. Ходила несколько раз в автодорожный округ. Они сказали, да, мы будем изыскивать деньги. Документы все есть. Ну вот прошло три месяца, мы ждем. Вы обратный контакт можете дать? А вы свой контакт, пожалуйста, продиктуйте? Свой контактный номер? Свой личный номер, пожалуйста, дайте, чтобы была обратная связь. Или оставьте у режиссера и нам передадутся. 8-924. Ага. Дальше. Да, да. Можно, да, диктую, да, номер? Да, да. 8-924. Дальше. 8-68. Еще. 6-68-48. Спасибо большое. Мы обязательно вам позвоним. И второй у нас есть на линии звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По линии 58 у нас находится общество слепых, городское общество. И библиотека слепых находится. По городу у нас живет 800 человек. У него от описа, от линии 58, да, к третьей школе у нас нет тротуаров. Как вы этот вопрос решите? Понятен, да, вопрос? Спасибо большое за вопрос. Да, да, да. Видите, как хорошо, Николай Сергеевич, что вы пришли сегодня в студию. Какая активность у наших слушателей и зрителей. И Ольге еще раз спасибо. Вы уже сказали, обращайтесь, конечно, это важно. Человек просто приходит и организовывает эфиры и украшает его собой. Спасибо, Ольга. Спасибо. Да, там, я отвечу, да, по линии 58. В этом году там, как вы все знаете, там проводили работу водоканал. И сейчас они полностью не восстановили, именно вот внутриквартальные, то, что они там откопали, друг положили, да. И они должны завершить в следующем году, потому что в этом году не успели. И вопрос этот обязательно поставим тротуаров. А вот вы когда перечисляли, говорили, сколько территориально занимает, какой площадь автодорожный округ, на ваш взгляд, какой район самый проблемный? Вот на ваш, как главы. И в чем проблемы? Ну, у каждого района свои проблемы, и тут невозможно как-то делать, ну, на кого-то перелаживать больше проблем. Отделить, да, невозможно. У каждого района свои проблемы, поэтому нам нужно всегда решать. Но, конечно, тут в Залоге в этом году очень много работ было из-за этого. И водоканал работал, да, по Чернышевскому, по Тимирязево, по той же Строда. И дороги делали, и из-за этого очень много проблем накопилось именно в Залоге. Поэтому, я думаю, вот Залог в следующем году обязательно нужно будет полностью ремонтировать. И подъездные пути, и дорожные. Ну, там просто много частного сектора, да. Что Залог, что плицефабрика, очень много частного сектора. Ну, в принципе, там в Залог почти центр, и сейчас там дороги просто, ну, если честно, в не очень хорошем состоянии. И наша задача вот это все исправить. Территориальный Залог, вроде бы, как он хорош, потому что он ближе к центру, да, но там, наверное, проблем больше. А так благополучно выглядит ДСК Прометей какой хороший, да, тоже в районе? Да, очень красиво, да, там замечательные территории. Ну, и продолжая по благостройству, могу сказать то, что вот в этом году нами было скошено 72 тысячи 700 квадратных метров сухой растительности, именно вот, камышей и так далее. Вот все лето мы их косили сами, вместе со специалистами и дворниками. Ну, вот было приятно ездить, я вот часто просто в тех краях бываю, и было приятно ездить, что вот действительно не просто вот все заросло, иногда по центру города едешь, эти камыши непонятно что, да, а так красиво ровненьким ковром, это вот зеленая трава. Ну, вид меняется, вроде деревянные дома старенькие, но вот то, что вот ровно все это сделано, и вдоль дороги, когда едешь за рулем машины, очень приятно это наблюдать, это очень хорошо. И хорошо, что я вот заметила, что сейчас много управ, почти все, в принципе, это делают. Все делают, да. Все делают, то есть, как бы и косилки у всех, вот это вот, я не знаю, как называются эти агрегаты целиком, все свое, в собственности, ну, как бы на балансе, да, да. Это малоуборочную технику вы имеете? Да, да, да. Тротуар очистить. Да, вот, вот видите, я неграмотная в этом вопросе. У нас есть еще один звонок от слушателя или зрителя, здравствуйте. Вот, насчет остановки, вот, мы, как, вон, Тибелево, по аспортиру, у нас по Байкалу была остановка, этот убрали, сейчас он куда-то перенесли, третью школу ходить или вон Матросово. Далеко, у нас вот район такой, ну, народу много, детей много ходит, и все, неудобно туда, там, идти или туда, и, знаете, как неудобно сделать, он убрали, по Байкалу остановка была. Да, хорошая такая. А вы знали, да, что такая проблема существует, да? А я тогда тоже про остановку можно вкраплюсь, использую свое служебное положение. Вот остановка тоже была чуть-чуть раньше, чем она сейчас стоит на улице автодорожная, возле Билмарта. Сейчас там такое ощущение, что Билмарт сам поставил остановку, как ему удобно. Была она туда, ближе к центру, к городу, и людям тоже очень неудобно, потому что там жилой сектор, переходит дорогу, вот, ну, лучше сразу перейти. И сесть на автобус, пока дойдешь до перехода, автобус уже ушел. То есть вот с остановками это как, можно ли как-то поправить или добавить остановки, или это тоже не совсем? Ответить, да? Давайте мы еще, вы записали, да, вопрос, не забудете? Давайте еще слушатели, чтобы не ждал, попросим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, можно задать вопрос, да? Представьтесь, пожалуйста. Это Федорова Надежда, жительница залога. Слушаем. Хотелось бы узнать насчет перевода категории земель. Будут ли какие-то там изменения, то, что вот в 2013 году взяли и перевели зону, зону Ж-6 из индивидуально жилого строительства. Именно залоги? Именно залоги, да, вот участки. То есть мы не можем внести изменения, реконструкцию сделать там или строиться, потому что у нас зона поменялась. Спасибо за вопрос. А еще можно вопрос? И по освещению по улице Чкалова. Дети ходят в школу, там очень скользко, строительство идет, а ламп нету. На других улицах через каждый метр стоит, а именно Чкалова вообще темная. Там еще всякие злачные эти заведения есть, там где вот всякие пьяницы тусуются. Извините, пожалуйста. Правда жизни. По освещению можно я тоже добавлю? На автодорожной тоже есть такое достаточно проблемное место, оно тоже не освещается. Только благодаря фонарям от частных домов, не фонарям, а окнам от частных домов. И там тоже очень опасно идти, очень опасно ходить. Большое спасибо за звоночки. И тротуара нет, он весь просто разбитый. Кое-как идем и боимся каждый раз. Это с правой стороны автодорожной. Автодорожная 26, дробь 1, дробь 2 мимо этих домов и автодорожная 28 с дробями от первого до пятнадцатого дома. От первого до пятнадцатого. Посмотрите, какая помощь все-таки управам. Да, вот сейчас. Посмотрите, сколько информации. Ольга, какая вам благодарность, что вы пригласили, человек пришел. Да, это конкретная помощь. Я не знаю, какому это удалось. Спасибо вам большое. Это просто Николай Сергеевич. По основкам Темирязева, да, действительно такая проблема есть. Когда Главстрой проект сделал, они утвердили и вот так и сделали подрядчики. Сейчас мы с Главстроем письмо написали и надеюсь, что решим этот вопрос. По поводу перевода земель сейчас не смогу ответить. Обязательно тогда, вот, Надежда, позвоните нам, 32-40-32, и постараемся найти этот на ваш вопрос ответ. По освещению тогда по Чкалово и по автодорожной заявку сделаем. Просто от этих домов вот так левее уходишь, и там это единственная дорога от остановки, по которой идут люди. То есть другого прохода нет. И когда мимо пятнадцатого дома идешь туда вглубь, там вообще все темно. Там только от частного сектора есть освещение. И он достаточно большой, и люди вот проходят, мне кажется, они рискуют действительно на самом деле жизнью. Тем более сейчас темнеет, уже начинает темнеть рано, и там действительно опасно. Давайте еще вспомним, что все-таки собаки, и надвигаются собачьи вопросы. Обязательно переговорим с Горсветом и службой эксплуатации городского хозяйства, заявки сделаем. Потрясающе. Я делаю вывод, что, Светлана, вы там часто ходите. Так я там живу. Вот. То есть, когда я приглашу руководителя Сайсарского округа, у меня будут к нему свои дополнительные вопросы. Поэтому я и предлагала Ольге самой провести эфир, потому что я могу испортить. Я бы не справилась. И очень много задать вопросов. На самом деле, вот те люди, которые нас слушают, они четко понимают, что идет обычный деловой рабочий процесс. А потом человек вдруг и не придет больше. А мне хочется, чтобы главы округа к вам приходили. Придет, потому что это же все решаемо. Николай Сергеевич. Придете к нам еще? Пообещайте. Обязательно приду. Это же все решаемые вещи. Обычный рабочий момент такой. Да. Я рада, что нам сегодня активно звонят слушатели и зрители. Продолжайте это делать в третьем блоке. Мы сейчас на короткие две минуты уйдем, потом вернемся. И в конце эфира вас ждет подарок от Ольги Голдобиной. Сюрприз. Не переключайтесь. Дорогие друзья, у нас горячее обсуждение идет и за кадром, и в кадре сейчас. Сегодня в нашей студии округ автодорожный в лице Николая Баюкова и Алисии Кондратьевой. Мы говорим о том, как происходит работа в этом округе. И некоторые вопросы действительно сейчас очень остро стоят. И я рада, что вы сегодня в нашей студии. Очень благодарна Ольге в очередной раз, что она организовала сегодняшний эфир. И, Ольга, передаю вам слово. Да. Мы вот много поговорили о работе управы. Там это все понятно, это все очень хорошо. Массу заданий вы получили, да. Масса вопросов всплыла. В принципе, вопросы все насущные. Спасибо, уважаемые телезрители, радиослушатели, что вы так активно откликнулись. Просто потрясающе. Замечательно. То есть вот мы из студии сегодня выйдем, четко понимая, что мы провели работу, которая принесет пользу. Пользу округу, пользу вам лично, пользу нам, потому что мы сделали эту работу. И я не думаю, что руководители управы, работники управы это не знают. Просто настолько много работы, что иногда напомнить, в принципе, ничего страшного. Но мне бы вот хотелось задать все-таки вопрос Алисе Едиковне. Она у нас активный общественный деятель. Я ее знаю по Лиге женщин города Якутска, по женсоветам города Якутска. Тут вот она у нас еще председатель большого отделения по республике Саха-Якутия. И какую роль общественники в этом году сыграли, что они сделали для встречи столетия республики Саха-Якутия, к дню рождения нашего потрясающего, любимого, замечательного, расцветающего города Якутска. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, на самом деле, общественниками в округах проводится достаточно много работы. И работа, она такая вдохновляющая, которая дает результат. Когда мы ее делаем, мы видим. Мы видим, как радуются дети, как радуются жители, для кого мы это делаем. Мы ежегодно проводим акцию «Подари любовь». Да, это акция в День Святого Валентина, такая очень интересная. Уже в течение пяти или шести лет мы ее проводим. И когда даришь вот эту конфетку Валентинку, проходящему мимо прохожему, да, и как у него расцветают глаза. Прямо прохожему. Прямо прохожему, да. Мы делаем Валентинку. О, надо сделать это городским мероприятием. Это же здорово. Это, да. И бывают даже такие отзывы, когда идет женщина и говорит, мне сегодня, кроме вас, никто не подарит Валентинку. От этого, конечно, прямо становится очень тепло. Как вы на это смотрите, Светлана? Это же потрясающе. Это очень симпатично, да. Симпатично-то, нежно сказано. Это потрясающе. А все-таки про... А вот ко дню города тоже мы в этом году совместно с управой автодорожного округа провели прямо цикл. Это было пять мероприятий. Одно из которых было «Якутск глазами подростков». Это такое очень интересное мероприятие, в котором участвовала музей «История Моя Россия», вот школы. Причем школы не только автодорожного округа, подключились школы других округов. Это была экскурсия на автобусе по пяти достопримечательным местам города, на которых ученикам рассказали о нашем городе, о истории. И по итогам этой экскурсии ребенок должен был показать, каким он видит наш город. То есть не было дано такой специальной установки. Это мог быть рисунок, могла быть фотография, эссе, стихотворение, что угодно. Даже поделки. Поступило очень много интересных работ. Даже работа, которая мне запомнилась и понравилась. Мы отметили ее спецпризом от джинсовета. Это на сумочке девочка изобразила город. Прямо на сумочке город и звездное небо. Это, конечно, фантазия детей, она тоже вдохновляет. Труд ребенка, да, это большое дело. Да, вдохновляет. Вот пока вы рассказывали, извиняюсь, что опять перебила, потому что столько информации прямо хочется выдать. Вот пока вы говорили, да, идея такая. А может быть нам все-таки Лигой женщин сделать именно такой туристический процесс? Ветераны Губинского округа сделали журнал. Сто памятников города. И поняли, что на самом деле памятников больше. А почему бы вот наших детей не возить, вот не делать экскурсии по памятникам города? Ведь у нас такие великие люди в этих памятниках, вот у Яковичиной, да? Вот рассказать об этом. У нас ведь этого нету. У нас вот этого нету. И почему нам пришла вот эта идея именно экскурсии по городу? Потому что много кто живет в нашем городе, очень замечательном городе с большой историей, и не знают историю города, не знают памяти. Или сделать обмен между округами, да? Да. Вот с помощью управ, да, автобус, дети, определить маршрут. Один округ делает такой маршрут, другой округ такой. Ну, как общественники мы можем это предложить, а вот как откликнуться там управы? Но я думаю, что нас, я уверена, что нас поддержат. И сделать фотографии и продолжить. Конечно, конечно. Я хочу сказать, да, управа автодорожного округа, вот я являюсь председателем совета женщин около пяти лет, поддерживает нас всегда. А я не удивлена. Такой красивый, импозантный мужчина, такой умный. Это же здорово, когда руководят люди прогрессивные. И такой молодой. Я удивлена, что у нас глава округа такой молодой. Я вообще настаиваю на молодых кадрах всегда, потому что молодые – это вперёд смотрящие люди. Это их завтра. Он же понимает, что завтра, а дети, да, мои дети, ваши дети, дети соседей, у них должно быть будущее. И поэтому, когда у нас во главе города, во главе управ стоят такие молодые люди, это явно будет хорошее завтра. Ну, это моё личное мнение, моя позиция жизненная, поэтому я всегда этому радуюсь, честно говоря. Я так подвисла на теме тротуара. Я всё, что говорила, Алиса, я краем уха. Мне вот прям тротуар, потому что новый, потому что старый уже меня перестаёт выдерживать. И мне кажется, это так хорошо, что есть возможность. Я сейчас себя почувствовала в качестве зрителя и слушателя, поскольку Ольга у нас сегодня главный человек в эфире. И это так важно, что вот вы пришли, и вам лично сказать о какой-то своей проблеме насущной, это как-то так легче стало. Есть надежда, что это исправится. Что будет лучше, чем сегодня. Я вот вообще смотрю на то, как меняются последние годы наш город. Ну, честно говоря, я очень любила в качестве мэра нашего... Абсолютно верно, да. Нашего главу республики, потому что, мне кажется, когда он пришёл, вот как-то вот такое движение яркое началось. И теперь новый мэр города подбирает такие мощные кадры. Вот нисколько не льщу, не пытаюсь меня абсолютно. Это моё истинное состояние. И я вижу только, что городу становится всё лучше, лучше, лучше. Но, конечно, одним разом сделать всё хорошо нереально, невозможно. На всё надо время, должны быть какие-то этапы для этого. И поэтому я чётко понимаю, что наши жители, которым мы рассказываем о своей работе, записываем то, что их беспокоит, пытаемся изменить что-то не только у права, но и общественники города, всё равно это всё замечают, стараются где-то контролировать, где-то радоваться, где-то любить. Это огромная польза на самом деле. И то, о чём мы сегодня говорим, к чему мы сегодня идём, я думаю, что через 5-10 лет наши дети будут с такой радостью воспринимать. Нам надо вот... Ну, моё мнение такое, да? Вот через 10 лет, можно чётко сказать, я много сделал для этого города. Увидеть город Якутск глазами Ольги Голдобиной сейчас могут все наши зрители, потому что вас ждёт сейчас в конце нашей программы сюрприз, подарок от Ольги. Это клип на песню «Сия Якутска». Я рада, что мы решили эфиры Ольги завершать этим клипом, потому что это особый стиль, и пусть так будет, и там все могут увидеть глав своих округов. Я впервые увидела вас там. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь, смотрите клип. Ольга, спасибо за эфир. Костям спасибо, что пришли сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА